итак всем привет и мы продолжаем делать игру и в этом видео я покажу как я добавил такой визуальный эффект для порталов я использовал не просто particle system а я использовал visual effect graph в чем преимущество преимущество в том что обычный particle system когда мы создаем его он использует так effects particle system он использует процессор для генерации частиц из-за этого скажем мы не можем генерировать слишком много частиц слишком красивые эффекты делать вот потому что все нагружает процессор он больше всего нагружен этому вот минус particle system и в unity добавили visual effect graph который позволяет рендерить частицы на видеокарте или графическом ядре окей давайте разберемся что нам нужно для того чтобы сделать такие эффекты и первое во первых нам нужно скачать и установить например universal render pipeline shader graph и также visual effects давайте напишем вот я это уже установил просто покажу что нам нужно вот например visual effect graph окей после этого я например создал папку shaders и vfx например мы можем создавать а также как и через particle system наши партиклы но для самих партиклов мы можем использовать какие-то либо текстуры либо shader в данном случае я буду использовать shader я создал shader графе blank shader graph после этого могу открыть могу нажать два раза мышкой и открыть на весь экран и давайте для тех кто не знает что такое shader graph вкратце покажу во первых здесь есть панели которые мы можем отключать включать это вот эти все превьюшки и так далее вот можем их перемещать куда нам удобно а дальше здесь как и в нашем материале есть грубо говоря какие-то выходы например base color мы можем цвет какой-то поменять мишин альфа а также здесь мы можем создавать например shader для universal скажем так также в новых версиях можно сразу включить поддержку vfx графа чтобы этот shader был доступен vfx вот но я создал чисто для vfx фигса visual effect вот окей он имеет немного меньше нод на выходе окей давайте разберемся вообще что мы хотим получить в этом шейдере давайте покажу сразу картинку а здесь у нас вот такие скажем так молнии что-то в этом роде какие-то разряды электричества вот такое мы хотим получить для того чтобы это создать мы можем использовать например noise да давайте еще вкратце расскажу как вообще работать с графом и в чем преимущество от обычного редактирования шейдеров раньше мы часто редактировали или видели как редактируют шейдера в коде но например когда мы пишем что-то нам нужно было проверять что же будет здесь нам уже наглядно показывается что будет после применения того или другого эффекта мы видим что было вот так мы что-то сделали стало вот так потом вот так вот и так далее допустим здесь поменяли цвет и видим там разницу что будет окей вот то есть это грубо говоря визуальный редактор и обычно мы там что-то делаем и это все приводим к чему-то например здесь мы весь выход всего что мы преобразовывали перекладываем вот просто тянем сюда и помещаем base color окей это такая мини базовая информация также мы можем просто создавать какие-то ноды например тот же simple noise мы создали simple noise по умолчанию он генерирует какой-то шум также вторым параметром у нас передается scale это слишком мелкий получается noise например нам нужен покрупнее мы делаем меньше scale но вручную всегда влазить в граф и менять в шейдер графе не очень удобно поэтому мы создаем properties например scale какой-то вот по умолчанию вот здесь мы можем поменять параметры на тот же 50 например перетащить сюда отсюда ноду перетащить сюда и и вот мы уже настроили эту штуку которую мы можем менять в настройке шейдера или через vfx как мы дальше посмотрим вот дальше например мы можем поместить этот аутпут куда-то куда нам нужно или в там сразу base color или еще куда-то видим что принимает uv и возвращает тоже uv окей например мы можем создать ноду time которая с периодом времени она генерирует шум какой-то также мы можем например складывать две ноды через например ноду multiply например здесь двойка мы берем и помещаем обратно то есть мы сначала пропускаем через multiply что-то и сюда помещаем например здесь мы хоть хотим в два раза реже или там еще какое-то количество раз реже менять интенсивность этой штуки ну и так далее да то есть это такая базовая штука дальше можем выделить например перемещать как нам удобно удалять это все окей давайте рассмотрим что же мы тут сделали и для начала я поместил simple noise но чтобы его анимировать скажем так я добавил во первых noise scale 15 по умолчанию дальше есть tiling and offset вот то есть чтобы мы меняли позицию uv координат multiple у нас идет со скоростью по x и y вот и time time меняет наш offset multiple объединяет со скоростью и негатив для того чтобы такую же самую последовательность применить но в обратной скажем так в обратной направлении зачем для того чтобы получился не просто вот такая последовательность а скажем так рандомная последовательность ну окей тут я думаю понятно через ремапы мы можем там ограничивать как-то наши скейлы x и y например создавая скейл мы можем сделать мод другой например слайдер в слайдере мод будет от нуля до единицы или там как мы захотим это все сделать окей дальше здесь тоже что здесь применяется нойзы два разных да объединились через multiply дальше ремап позволила нам сделать вот такие темными тут темными участки которые здесь более контрастно сделать дальше здесь ремап просто ограничил а rectangle выделил вот эти области такие скажем треугольники rectangle окей дальше здесь мы берем координаты из них берем только red делаем минус 1 и грубо говоря ограничим вот этим контуром все что у нас здесь то есть остальное у нас как бы пропадает а то что в центре у нас светлое да то есть грубо говоря мы умножаем там черный на белый ну и так далее да то есть ну я думаю это позже станет понятно если еще не понятно дальше здесь мы можем поменять цвет и параметрах мы его меняем и это все введем в base color и эту же штуку введем только предыдущую на альфу чтобы убрать все черное в общем чтобы сделать прозрачным то что здесь окей после этого можем сохранить ассет и переходим к vfx для того чтобы создать vfx да давайте еще раз посмотрим что мы хотим получить хотим получить вот такой эффект молний или что-то в этом роде не знаю вот для того чтобы создать vfx мы можем нажать create visual effects visual effect graph создаем vfx опять переходим в на полный экран вот и вот такая у нас система если в в шейдер графе у нас слева направо шел flow то здесь у нас идет сверху вниз грубо говоря это начальная инициализация инициализация партикла и дальше выход какой-то также мы можем например перетаскивать ноды соединять их делать какие-то ивенты вот и эта программа скажем так она работает на графическом ядре или видеокарте как я уже говорил вот окей тоже у нас здесь есть вот эти элементы контроля properties мы можем что-то свое создавать и удобно настраивать позже окей первая штука это вот это то что мы смотрели в visual subgraph в общем вы поняли да окей давайте сразу посмотрим что мы можем делать мы можем например добавлять какой-то блок например set size ну здесь конкретно именно в спавне мы не можем так делать в initialize по идее мы можем так делать set size например мы добавили какое-то значение указали также нажимая здесь нужно нам перейти вот не в полноэкранный режим у нас появляется инспектор например set size мы хотим сделать рандомным и здесь для этого мы используем uniform у нас появляется не одна две уже два параметра после этого мы можем например создать какой-то лот например подписать его как нам удобно после этого мы можем переместить вот так присоединить ну в общем это я думаю понятно окей так set size мне не нужен убираем также есть еще composition и например у нас одна штука влияет на lifetime random вторая еще как-то влияет на этот random lifetime или там например одна на velocity вторая на velocity на цвет и так далее то есть мы можем либо добавлять либо перезаписывать либо скажем суммировать эффекты либо смешивать как-то на это тоже нужно обращать внимание окей давайте посмотрим что здесь происходит мы можем например один раз заспавнить или сделать rate то есть rate он будет спавнить 16 частиц за какое-то время вот дальше мы сразу инициализируем 32 частицы можем увеличить например вот здесь у меня bounce mode state manual set lifetime random вот такой дальше как они будут обновляться по умолчанию просто обновляются вот и дальше например то что мы хотим получить на выходе здесь мы можем применить например эффект shader который мы написали blend mode alpha и параметры которые мы вынесли в shader здесь мы можем их просто настроить окей после этого как мы будем ориентировать наши частицы опять size random и multiple over lifetime здесь можем кривую настроить в принципе все просто если так смотреть вот ничего такого сверх сложного нет окей дальше flash давайте покажу flash это вот такое скажем так может не flash а просто какая-то гала которая светится и мигает да мы можем в принципе вот это все выделять нажать правой кнопкой мышь и будет group selection для того чтобы удобно группировать элементы и например можем как-то их логически назвать окей здесь тоже у нас spawn rate 16 изначально 100 партиклов но это не обязательно можно там 10 разницы думаю не будет практически окей так дальше random партиклы здесь можно ограничить например конусом или сферой наши партиклы и на выходе вместо shader я здесь применяю default particle unity вот цвет устанавливаю random size multiple over lifetime по такой реву и все и следующее это sparks которые вот летят вверх уже все относительно просто частота 50 начальное количество 50 random velocity указан как далеко они будут лететь налево направо как далеко и так далее вот и на выходе тоже простые частицы ориентация long velocity то есть как они ускоряются туда пусть и летят scale random указан size lifetime size random также здесь multiple composition set color и все в принципе вот думаю это было интересно и полезно и всем пока то есть